здравствуйте уважаемые коллеги вот в последнее время стал часто встречать такие статьи что ли футурологов еще что-то таких людей подобных фантастов даже но обсуждается тема вот искусства интеллекта до будущего техники опять много словоблудия скажем вот то у нас горели постиндустриальное общество на час трансиндустриальное замечается и через на и чуть такое главное слово сочинить вот ну сейчас такая мысль проглядывается в но скажем суперкомпьютер уже обыгрывать шахматы чемпионов мира каспарова допустим на нашу комбинаторика просто компьютер становится такой же быстродействием объемом памяти интеллекта что все это играет и вот это слово искусственный интеллект на что обсасывать а вот дальше что будет дальше они нам станут умнее нас проботят нас там но всякие-всякие разговоры об этом идут вот александр на риньяне был такой директор не искусственного интеллекта новосибирске тоже покойный сейчас но там горта горит человеческая эволюция еще не закончилась то есть вот сейчас гомосапиенс а формируется и гомо как email электронный человек его и через 30 лет это станет основным населением земли а пока их эмбриона ходит по нашим улицам на ходу смотрят в телефон здесь наушники в ушах и больше ничего не видеть не замечает он живет там через 30 лет все такие станут а потому что телефона будут составлять зубную пломбу вот нотка опросу о том что искусственный интеллект станет мощнее нашего покорить нас и прочие прочие вещи знаете вопрос решится очень просто когда компьютера станут хотя бы равными полу нам мы из них создадим или какой-нибудь комитет или согласительную комиссию и они перестанут быть для нас опасны уважаемые коллеги вот еще раз к вопросу о педагогике преподавании но в последнее время мне тоже приходится сейчас заниматься такими съемками вот видео лекции что ли да есть такое отмерение что в отчет такой особенного поставил камеру в аудитории и давай читай лекцию как студенты могут присутствовать при этом а это все потом интернет заложить blackboard час модной стал такая система формирования и вот так и пойдет это совершенно неправильно вот когда есть эффект театра студенты да тут полтора часа лекции но как-то выдерживает опять же надо интересно конечно читать но скажем на камеру нужно отдельно снять минут на 30 не больше уплотнить материал сделать мультипликацию геограммы графики там так далее чтобы сопровождали вашу речь вот тогда мусор целое искусство еще но и потом надо же помнить что студент этот смотрит для того чтобы сдавать потом слушают вас не вот так александр геевич дугин такой есть сейчас не займа в мгл он преподает но историк сама концепция там геополитики с бородища такой окладистый и он приходит к если в интернете смотрите реакции положит руку локти на стол сядет за стол и начинает лекцию читать рассказывает студентам о истории россии там глобальной истории так далее ну зайдет слушать заслушаешься очень интересно всеми концепции оригинале ну интересно слушать а стол у него усеян телефонами диктофонами студентов и аудитории стоят три-четыре камеры которые все это снимают зачем он забывает что вот то что он сейчас рассказывается не считает нужным что студент это ему будут сдавать на экзамене он ничего не пишет на доске не подчеркивает каких тезисов так далее в дом студентам уж по много раз просматривать ее лекции запоминают делают конспект записи потом айфа базе готовится экзамен а то анриевич фурсов тоже московский историк вот он очень так ну сухо может быть да но когда начинает лекцию он конспект тезисы сначала диктует так пункт римская первая цифра тата арабская первая арабская 1а и у него получается такая у студентов страницы две исписаны вот этими тезисами что ли а потом начинается читать эту лекцию можно же студенты нам какие-то прогналы делают в тексте и туда вписывается что он сказал какие-то примеры там так далее но только гуманитария в случае достаточно грамотный подход у технарей там может по-другому немножко там сразу формула и прочее там одна тема переходит другую вот но вот тут вопрос им такой что просто поставить камеру недостаточно тут совершенно другое искусством вот как театр от кино отличается играть нет эффекта зала театра в кино совсем другие законы и здесь то же самое уважаемые коллеги говорят о женщинах до любят крутиться у зеркала и так далее в городе стокгольме однажды такой но не эксперимент скорее наблюдение провели в каком-то супермаркете на магазине до весело большое зеркало была вмонтирована скрытая камера и вот психологи наблюдали какое количество женщин и мужчин подойдет зеркалу посмотрит на себя вот так так вот такие оказались женщина подошло за день 412 человек это по делу макияж проверить там прическу поправить а вот мужчин почти вдвое больше 778 мужчин остались и зеркало полюбоваться собой вот так говорят женщин обвиняешь они вертятся перед зеркалом а другой стороны есть что такой интересный эффект но у нас в одном учебном здании висит в зале рекреации ну большое зеркало там даже фестивальщики студенты репетируют танцы перед ним так далее но во время там учебы в перемену девушки студентки подходят ну тоже чуть там оправить посмотреть полюбоваться на себя и вот сейчас ты замечала там раз дверь проход и вот я иду скажем им этих девушек вот она на себя на смотрю вот и меня трудно не заметить и отражение мое зеркале есть но она так залюбовалась собой что обязательно повернется резкой натыкается на меня настолько она сосредоточена своем изображении она здесь что-то вон тоже есть что девчонки любит передел конвертится ну на то они девочки ничего страшного уважаемые коллеги вот нас сейчас в россии такое интересное явление который тот же назвал трампа мания президент дональд трамп избран вообще вся придурная компания ну конечно моей памяти не было такого позорища как сейчас но в то же время даже выбор в госдуму нас так не заметили как вот выборной кампании в америке но если такого позорища не было потому что мы много узнали нового там выбранной системе америки грязных средствах массовой информации так далее вот ну сейчас до сих пор интерес идет все политологи предсказывают чем сделает как каждый предсказал его победу на выборах прям каждый сейчас врут ими так вот ну там интерес такой факт говорят что он много работает и спит все четыре часа в сутки может быть да вот но трус вспомнилась ускам леонардо да винчи один из гений в человечество он где-то четыре часа работал а он занимался эти научными следами живописью прочее потом ложилась на 15 минут засыпал просыпался с продолжал работать еще четыре часа еще не было дня и ночи в результате на сон не уходил всего полтора часа в день на остальное время посвящал работе подобные особенности обладали скажем вот эдисон или президент джон кеннеди он мог там объявить перерыв совещание уйти там в овальный кабинет и заснуть на 20 минут просыпался свежим бодрым снова продолжал работать проводить совещание вот как-то так а скажем унистон черчилль ну говорят там пять раз день мог принимать ванну вбивал бутылку армянского коньяка в течение дня но он раньше 11 утра из постели вообще не поднимался он просыпался конечно да даже во время второй мировой войны но лежа в постели он там предпоседители приходили бумаги смотрел подписывал прочее потом также вставал в 11 часов но продолжал уже работать с таком в рабочем режиме ну вот тоже один из великих политиков сих пор его человечество помнит сейчас таких не делают кстати какая-то мелкота пошла и францию германиях там не на что посмотреть но вот эти вот особенности человеческого сна вот многие известные люди оказывается экономили время для работы за счет сна не досыпать конечно же вредно но они как видите разбивали вы или обладали такой особенностью уметь отдыхать за короткий промежуток времени уважаемые коллеги вот информация которая нас кажется до килобайтами гигабайтами сыплется из телевизора из интернета и прочее прочее начинаешь как посмотри сматриваться или в какой зайдешь там боковое ответвление интернет и вдруг обнаруживаешь что кто-то очень точно регулирует что вы должны знать что не должны знать можно покопаться найти вот как случайно наткнулся вот есть такая страна раньше называлась бирма сейчас называется ньянма вот в азии мы рядом с таиландом не граница таиландом а на севере бирмы есть граница с китаем и вот на севере там живут этнические китайцы которых есть сепаратистские настроения китай поставляет тайным оружие бирманцы даже на своих самолетах залетали на территорию китая бомбили китай там какие-то китайцы погибли даже ну китай не стал начинать с ними войну в общем события очень похожи вот на донецкие события примерно тоже сепаратизм как бы так такая незримая линия фронта подпольные люди там ополченцы китайские так далее но потом это лангет там в азии потом посмотрел там население 55 миллионов больше чем на украине и мы ничего в этих событиях не знаем украина конечно рядом все-таки что-то родное поэтому интересуемся знаем хотя в общем-то информация идет одна и та же практически все комментарии повторяются вот но вот кто-то за нас решает а что мы должны знать о какой-то стране о событиях японии например даже кроме того что я просят курильские острова и вкусе мы ничего не знаем про нее это продолжается жизнь научные исследования роботы там прочее жизнь это идет и в экономике них пока лишь ангетом 3 4 место занимает мире а мы ничего не знаем но есть как японии просят курильские острова мы не дадим думают за нас думают уважаемые коллеги продолжаем разговор о казанских улицах вот как не есть было было к сожалению то улица сейчас ее нет название сохранилось но а ярмарочная площадь сейчас да такая огромная очищенная площадь для всяких массовых мероприятий но там была улица которая называлась ташаяк единственная улица который сохранил со времен ханской казани там стоял 34 здания трикотажные фабрика фабрика динамо распределить приемник так далее вот и ташаяк значит каменная нога на что имелось ввиду на том месте была ярмарка и там стала такая каменная чаша куда торговцы приезжали на ярмарку и в чашу складывали пошлину за место торговые на этой ярмарке и так установил сказание ташаяк ну потом снесли фабрику все дома вот это там по улице баумана которая вот там напротив кремля как бы цирку перпендикулярность так посмотреть вот там она располагалась вот теперь вместо нее огромная ярмарочная площадь название почти сохранилось можно назвать площадь ташаяк до свидания и и и и и и и и и